итак день номер 7 первая неделя тренировок заканчивается первая неделя нашей программы это очень здорово я рад поздравить всех тех кто успешно дошел до этого дня у вас не так много но вы есть это здорово мы все еще находимся в парке северная тушина на самой его окраине и сейчас мы пойдем на площадку который стоит сам сам вначале парка до нее придется немножко идти окольным путем потому что набережная перекрыта вот и придется немножко выйти за границу парк но снова туда зайти если сейчас попробую показать вам может быть видно будет за деревьями и да это была подлодка здесь музей в мф можно сходить на бывшую реально действующую подлодку это очень прикольно всем рекомендую вот нам туда видите где футбольное поле и там турнички это тоже территория парка но вот набережная перекрыта там взять реконструкция поэтому нам придется выйти на дорогу но сейчас я не знаю может быть отсюда да 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 вот отсюда видно сейчас даже на очень низкокачественном зуме я потом приближу и вы увидите турнички такие серо-оранжевые вон они там стоят вот нам туда это наверное самая крайняя площадка в этом парке с этой стороны ну вот мы на площадке мы были вон там позади меня на том берегу реки теперь мы на этой площадке и что мы видим мы видим что это жалкая халтура это не полноцельная площадка для воркаута и заниматься на ней может быть даже опасно для вашего здоровья почему во первых столбы это не 100 миллиметров это всего лишь 70 такие столбы не выдержат большой нагрузки и они расшатаются и вырваться во вторых высота на которой крепятся турники я не знаю для кого она сделана на большинство людей это будет очень и очень высоко даже просто запрыгнуть и попотягиваться не говоря уже о том чтобы делать какие-то элементы ну крепления хомуты стандартные хотя уже потрескались все я просто первый раз на этой площадке поэтому говорят вам что вижу просто и брусь вот что радует это да это такая толщина на брусьях она больше чем на стандартных площадках и это было то что так удобнее заниматься удобнее вдавливать рукой и можно больше сделать будет для конгресса на мышцах покосившийся турник да как иллюстрация того о чем я говорю ладно пора приступать к стодневке итак сегодня седьмой день сегодня седьмой день день растяжки тренировки гибкости и это очень важный момент о котором вы поймете когда посмотрите видео натали потому что многие уже посмотрели сказали а нет ли чего-нибудь для начинающих то что показывает натали в своем видео это и есть для начинающих то есть никто не говорит что вы сразу сможете повторить полностью за ней в той же амплитуде в которой она делает но делать эти упражнения и пытаться постепенно постепенно увеличить всю свою гибкость это именно то что вам нужно собственно у меня тоже гибкость далеко не самая замечательная и я буду тренироваться по этому видео с натали тянуться тянуть основные мышцы мы также дополнили инфопост информации от олега про то как именно нужно растягиваться по времени пара поля за что это в конце поста есть поэтому посмотрите ну а саму моя растяжка вы не увидите потому что на улице такую погоду не стоит растягивать не надо не надо портить свое здоровье в погоне за результат по правилам нашего канала все видео выходят и записываться только на улице со ступать мы натали заставили на улице в питере заниматься как это было не то чтобы очень жарко но мы и отделить плод вот поэтому сегодня растяжки не будет но я предлагаю вам четыре видео четыре видео во первых видео со вчерашнего дня которые многие жалуются опять же что не проигрывается не проигрывается она потому что youtube заблокировал его из авторских прав на музыку но там очень крутой трек поэтому мой совет просто возьмите и скачайте его есть много разных сервисов например ru.safe from.net кажется так называется помощью которой можно скачать видео с youtube и это видео тоже можно скачать и посмотреть все дома послушать прикольную музыку посмотреть как я делал круги и еще делал небольшую тренировочку на грудные и на руки вот это видео здесь дальше видео по растяжке от натальи будет здесь посмотрите обязательно обучалку по заднему весу от сани как научиться держать ласточку за четыре недели ну вот здесь внизу я размещаю видео которое будет интересно именно тебе я надеюсь что я угадал с выбором